Приветствую вас. Начнем мы с вами, наверное, с того, что предположим, некое давление на вас со стороны, допустим, окружающих людей. Вот. То есть, ну, возможно, возможно, имеет место в принципе, такое вот давление на вас. Вот. Я, конечно, этого не могу наверняка вырезать, вот. Но, судя по тому, что вы описываете, вполне может быть такая история, вполне может быть такой момент, что вы испытываете на себя давление. И давление это, оно достаточно, достаточно сильное. Вот. Ну, связано это с тем, что вы чувствуете прессинг. И вас этот прессинг, он серьезно так гнетет. Вот. Соответственно, для начала необходимо освободиться от прессинга и отградиться от него, отдалиться от него. Это первое, что нужно сделать. Это одно из обязательных условий для того, чтобы мы могли вам помочь. Это первое, но далеко не единственное, что вам необходимо сделать. Дальше. 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 А, значит, вы пишите, последнее время меня ничего не радует. Я так предпринимаю, что речь идет о неких вещах, которые вас раньше радовали, а те три стали. Ну, опять же, поправьте меня, если я не зажимаюсь, но вы как будто привыкли к тому, что вот есть вещи, которые вас радуют. И они неизменно должны быть. Они вас перестали. Ну, перестали радовать. И вы теперь не знаете, что вам, собственно, дальше вообще делать. Вот. На мой взгляд, необходимо сделать акцент на том, что вас, именно вас, поменялось. Что изменилось в вас, что те вещи, которые радовали, радовать перестали. Вы пишите о том, что вам не везет. Я вижу в этом довольно мистическое представление о том, что существуют, существуют элементы. Элементы везения везения в том, что делает человек. На самом деле, это не так. Но вы расписываетесь, говоря про везение собственной беспомощности. Вот. И, соответственно, если вам хочется свою проблему решить, то необходимо признать, что ситуация связана не с каким-то магическим воздействием на вас. Ну, в том числе, на вас. А связана, значит, ситуация связана только с тем, что вот вы делаете что-то не так. Что именно, что именно вы делаете не так. Ну и, конечно, сказать сложно, потому что о вас нет информации никакой. Но, мне кажется, что поисследовав это, можно будет прийти к каким-то выводам и скорректировать то, что является возможной вашей причиной для негатива имеющего места быть сейчас. Идем дальше и видим. Я не вижу смысла жизни. Значит, его, то бишь, смысл жизни, нужно искать. Это определенная работа, безусловно, но смысл жизни вам нужно искать. Восходит он к вашим ценностям, к тем ценностям, которые имеют место быть у вас. И это все очень важные истории, то есть очень важно понять, какие у вас ценности. Понимаете? И дальше уже, ну, можно будет Значит, что-то, что-то, что-то делать дальше. То есть, ну, как-бы. Понятно, понятно. Что именно для вас важно, вы сможете, я так полагаю, приблизиться к своему смыслу. Как раз таки, жизни. Дальше. Мне тоскливо и грустно. От чего? Я очень обращенная. Чем? Мне ничего не нравится. А критерий какие? Со мной все не так. Что конкретно. Как выйти в такую ситуацию? Как и сказал мой коллега. Нужно понять, что с вами произошло. Нужно понять, как и что у вас сейчас происходит. А без как причины с ней поработать. Для этого вы можете выбрать себе любого эксперта из списка на сайте. И каждый из нас вам поможет. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. В общем, я желаю вам всего самого доброго и удачи.